МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Город новости по-выборски. С вами Людмила Перминова. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Приставам разрешили не мелочиться. В федеральные законодательства внесены изменения, касающиеся деятельности службы судебных приставов. Кто царевну поцелует? В Выборге в 14-й раз прошел фестиваль школьных театральных коллективов в Веснушке. Работники культуры готовятся принимать поздравления. 25 марта они отметят свой профессиональный праздник. В их числе руководитель Выборгского центра «Эльфы» Светлана Рубан. 14-летний подросток утонул в Выборгском районе. Трагедия произошла в минувшую пятницу вблизи поселка Токарево. Спасателям поступило сообщение о том, что на реке Гороховка двое школьников, гуляя по обледеневшему берегу реки, поскользнулись и упали в воду. 13-летнего мальчика спас местный житель, который по счастливому стечению обстоятельств оказался рядом. Пострадавшего доставили в Выборгскую детскую больницу с переохлаждением. Сейчас он идет на поправку. К поискам его двоюродного брата были привлечены сотрудники аварийно-спасательного формирования города Выборга, полицейские и добровольцы. Тело 14-летнего подростка обнаружили в субботу днем. Оба ребенка – жители поселка Токарево. Тем временем, Главное управление МЧС по Ленинградской области напоминает, что весной выход на лед водоемов смертельно опасен. 47-й регион делится опытом бюджетной открытости. Вторая Всероссийская конференция «Эффективное управление регионом-2014» прошла в Доме областного правительства. Вице-губернатор Роман Марков представил коллегам презентацию портала «Открытый бюджет», который был разработан в Ленобласти и запущен в конце 2012 года. Региональный сайт неоднократно отмечался на федеральном уровне и внесен в методические рекомендации по внедрению принципов и механизмов открытого государственного управления в субъектах Российской Федерации. Сегодня на сайте в доступной форме размещена информация о государственных программах, структуре расходов бюджета, интерактивная карта с объектами, адресные инвестиционные программы и многое другое. Мелкое имущество ставят должникам. С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в законы об исполнительном производстве и о судебных приставах. Они, в частности, запрещают накладывать арест на имущество неплательщика, если сумма долга не превышает 3000 рублей. Поправки закрепили и ряд других нововведений. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Изменения в федеральном законодательстве, касающиеся деятельности службы судебных приставов, стали происходить с 1 января текущего года. Началось все с того, что размер исполнительского сбора увеличился практически в два раза, составив для физических лиц 1000 рублей, для юридических – 50 тысяч. Напомним, этот сбор взыскивается в случае, если задолженность не была погашена добровольно в установленный срок. Еще одно новшество. Отныне, если судебный пристав принял решение по исполнительному документу о невозможности взыскания средств, возобновить производство он вправе не ранее, чем через полгода. Исключение составляют случаи, когда взыскатель может доказать платежеспособность должника. К этим изменениям с 24 марта добавились и другие. В соответствии с ними судебным приставам запрещено арестовывать имущество неплательщика, если сумма долга не превышает 3000 рублей. То есть только при наличии денежных средств, либо наличии дохода должника, если говорится о принудительном взыскании, если добровольно сам должник не заплатил по этому размеру до 3000 рублей, позволяет судебному приставу применить меры только ареста денежных средств, либо обращение взыскания на доход по месту работы. Эта поправка позволит судебным приставам не заниматься мелочами, скажем, не арестовывать домашних животных стоимостью до 3000 рублей. Хотя выборские стражи порядка и прежде не очень активно работали в этом направлении. Я думаю, что и не будем мы ее развивать практику, потому что кардинально она не решает суть вопроса по исполнению решения суда. Арестовать там котенка или собачку. Я думаю, что сам должник не согласится, да и взыскатель не согласится принять данное животное в счет погашения долга, потому что это лишняя обуза. Кроме того, расширено основание применения спецсредств и огнестрельного оружия при обеспечении порядка деятельности судов. В частности, теперь сотрудникам ведомства разрешено открывать защитный огонь при нападении на здание Федеральной службы судебных приставов. Применять же спецсредства можно при сопровождении до пункта пропуска через границу иностранца, выдворенного из России, в случае, если он попытается совершить побег или иные противоправные действия. Поправками федеральной закона закреплено также следующее. Должникам разрешается самостоятельно реализовывать имущество стоимостью до 30 тысяч рублей, при условии, если на это согласен и неплательщик, и взыскатель. Позволяет непосредственно, в первую очередь, продать должнику это самого имущества и денежные средства перечислить судебного пристава исполнителя, он перечисляет взыскателю. В случае, если все-таки не находит должник данного имущества, на данное имущество покупателя, предоставляется право взыскателю оставить это имущество самому, то есть он вправе его принять в счет погашения долга. Наконец, теперь у судебных приставов появилось право выносить электронные постановления. Это позволяет им оперативнее обмениваться данными с другими ведомствами, сокращает время и затраты, связанные с бумажным документооборотом. Приставы также могут гораздо быстрее блокировать банковские счета должников. Как мы видим, изменений масса, но, по словам руководства выборского отдела, к ним сотрудники ведомства готовы. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Ленинградская область развивает сотрудничество с Белоруссией, в том числе в жилищно-коммунальной сфере. Как подчеркнул вице-губернатор Юрий Пахомовский, опыт белорусских партнеров, занимающихся разработкой схем коммунальной инфраструктуры, можно применить и в 47-м регионе. Он поручил профильным комитетам довести информацию о деятельности Белорусского проектного института до руководителей муниципальных образований. Вопросы, связанные с ЖКХ, стали основной темой для обращения к руководителю областного следственного управления. На днях Владимир Лоскутов провел очередной прием граждан Выборги. Большинство бед, с которыми пришли люди, были не в компетенции следственного управления. Речь идет о деятельности управляющих компаний, трате финансовых средств на капитальный ремонт и других проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Гражданам были даны разъяснения, к каким должностным лицам они могут обратиться. Также документы будут направлены в прокуратуру, либо в службу судебных приставов. По нашим вопросам, если проводится, мы, безусловно, проводим по каждому заявлению проверку. Если был материал проверки, проверяем законность этого решения. По уголовному делу проверяем законность решения, законность расследования. И, соответственно, принимаем меры и отвечаем полностью человеку по тем вопросам, которые он ставит. В целом, руководитель областного следственного управления дал хорошую оценку деятельности Выборгского отдела, отметив, что по основным показателям эффективности работы ведомство входит в десятку лучших в Ленинградской области. В то же время Владимир Лоскутов сообщил, что вскоре спектр расследуемых дел может расшириться. В ближайшем будущем в подследственные следственного комитета будут переданы целый ряд преступлений, которые сейчас расследуются следователями органов внутренних дел и часть преступлений, которые расследуются следователями Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Законодательному собранию Ленинградской области исполнилось 20 лет. Выступая на торжественном заседании, посвященном юбилею, губернатор Александр Дрозденко отметил, что за два десятилетия эффективность работы депутатского корпуса значительно выросла. Глава региона также подчеркнул, что парламент создал солидную законодательную базу. Порядка двух тысяч региональных законов, благодаря которым удается успешно решать многие вопросы социального и экономического развития территории. 24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общественности к этому опасному легочному заболеванию. Туберкулез ежегодно уносит жизни более полутора миллионов человек. В Выборгском районе специалисты отмечают положительные результаты в борьбе с этим недугом. Единственный скачок за последние несколько лет, когда количество заболевших резко возросло, произошел в начале этого года. Так, в 2013 году был зафиксирован 71 случай туберкулеза, а за первые два месяца 2014-го аналогичный диагноз поставили 31 пациенту. Но бить тревогу медики не спешат. Это все причина связана с тем, что несколько месяцев не работал флюорограф в городской поликлинике. Поэтому основная масса населения стала обследоваться в 2014 году, и поэтому увеличился рост выявляемой туберкулеза. А также за счет увеличился необследованных более пяти лет. Это лица асоциальной группы, которые неработающие, злоупотребляющие алкоголем. Основным источником возбудителя туберкулеза является человек. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Для инфицирования достаточно вдохнуть незначительное количество бактерий. Развитию легочного недуга способствует некачественное питание, употребление табака, алкоголя или наркотиков, стресс и депрессия, а также некоторые хронические заболевания. В начале XIX века от туберкулеза умирал каждый пятый. Сегодня современная медицина дает возможность не только вовремя распознать, но и полностью вылечить заболевания на ранних стадиях. Каждому больному, учитывая процесс, какой идет в легких, и лекарственную устойчивость микобактерий туберкулеза, поэтому подбирается индивидуально. Сейчас много новых препаратов стало. Это комбинированные, резервные препараты. Они широко применяются в стационарных, санаторных условиях. Имеются они у нас, поэтому, когда больной идет на долечивание противотуберкулезное отделение, препараты эти назначаются, они имеются. По словам специалистов, в группу риска попадают пенсионеры и люди, ведущие социальный образ жизни. Именно они зачастую обращаются к медикам только тогда, когда болезнь уже запущена. В Оборском районе показатель смертности от туберкулеза нормы не превышает. Очевидцев аварии просят откликнуться выборские автоинспекторы. Она произошла 13 марта на Ленинградском шоссе Выборге около 9 часов утра. В районе дома номер 65 столкнулись три легковушки. Водитель и пассажир одной из них получили травмы и были госпитализированы. Всех, кому что-либо известно о деталях ДТП, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 26906. Сквозь смех и слезы на сцене Выборгского дворца культуры в 14-й раз прошел районный фестиваль школьных театральных коллективов «Веснушки». Организаторы мероприятия – комитет образования и дворец детского и юношеского творчества. 10 творческих коллективов из образовательных учреждений города и района представили на сот жюри и зрителей 12 театральных постановок. Наталья Березовская продолжит. Этот фестиваль каждой весной с нетерпением ждут и юные выборжцы, и, конечно, взрослые. Ведь он итог работы театральных коллективов за год и дает возможность маленьким артистам выступить на большой сцене. Веснушкам сегодня уже 14, а это значит, что мероприятие, задуманное организаторами в начале века, стало популярным и любимым. Все больше образовательных учреждений организуют на своих базах театральные кружки и даже целые объединения. И дети с удовольствием овладевают в них искусством перевоплощения. О том, что с удовольствием, можно говорить уверенно. Иначе не были бы столь яркими выступления, не звучали бы так дружно аплодисменты. Художественная ценность, артистизм оценивается декорацией, музыкальное сопровождение, ну, в том числе, естественно, вокал, потому что театр – это все-таки синдез искусства. Они все хороши. На самом деле у каждого есть какая-то своя неповторимая изюминка. Они все стараются, они настолько все искренни, потому что вот именно дети, они действительно артисты настоящие. Потому что только ребенок может, наверное, искренне сыграть какую-то роль. Конечно, самые выигрышные постановки по сказкам. И играть интересно, и мораль присутствует. Младшие школьники из 11-й гимназии, к примеру, выбрали для себя волшебное кольцо. Здравствуйте, Ваша Велика, господин ампаратор. Здорово. У вас сова, у нас купец. Не хотите ли вы вашу уелку для моего и коза дать? Ха-ха, вот еще жених нашелся. Он кто? Принц? Какой державы? Держава ваша, а чин небольшой. Так капиталу благовидно? Капиталу малований в голове. Да что, хвачья? А девчонки, вы же никак не остались? Очень важно в нашем мире быть нежадным, а наоборот делиться с другими. И жениться только по любви. Члены жюри отмечают, что уровень фестиваля растет год от года. И получить заветные плюсики, приумножающие баллы, становится все труднее. В постановке юные артисты стараются и спеть, и сплясать, и костюмы придумать поярче. Во многом школьным театральным коллективам, конечно, помогают родители. И как результат общего напряженного труда появляются на свет оригинальные мини-спектакли. В итоге творческого соревнования в младшей возрастной категории первое место было отдано театральному объединению «Фея» Каменогорской средней школы. За спектакль по сказке Леонида Филатова «Кто царевну поцелует». Среди старших школьников лучшими оказались воспитанники музыкального театра 14-й школы. Были определены победители. В номинациях «Лучшая мужская и женская роль» отмечены лучшие режиссуры, декорации и костюмы. Наталья Брезовская, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город». Вся ее жизнь – творчество. 25 марта в России отметят профессиональный праздник работники культуры. В их числе и директор Центра детского эстрадного искусства «Эльфы» Светлана Рубан. Она и ее воспитанники не нуждаются в представлении. Юных артистов из Выборга знают не только в России, но и за ее пределами. С педагогом с большой буквы побеседовали наши корреспонденты. 270 маленьких и больших артистов, поющих и танцующих, не мыслящих себя вне сцены, ярких костюмов и бурных оваций. Все они занимаются в Центре детского эстрадного искусства «Эльфы». Ни одно десятилетие замечательным коллективом руководит Светлана Рубан. Сколько себя помнит, она всегда пела. Любые песни, которые слышала, на разных языках. Когда пришла пора решать, кем быть, сомнений не было. Вопреки советам мамы, которая видела дочь учителем, поступила в Архангельское музыкальное училище. Сейчас уже по истечению, как говорится, долгих лет, это уже можно с уверенностью говорить, что да, Бог велел, я послушалась, вопреки тому, что вот мама говорила. Наверное, ей очень не хотелось, чтобы… Но это понятно, она боялась. Я же после восьмого класса уходила вообще самостоятельно в жизнь. Это страшно. Я еще маленькая. Но когда я поступила уже в детство, было деваться некуда. И конкурс был большой, а я его прошла одна, без родителей. Работала в Дворце культуры в 14-й школе. Затем с мужем-военнослужащим уехала в далекую Воркуту. Но Выборгу повезло. Спустя несколько лет Светлана Рубан вернулась. Создание Центра детского эстрадного искусства предопределили обстоятельства. Когда она уволилась из музыкальной школы, все вокальное отделение ушло вслед за любимым педагогом. Так появились эльфы. И сегодня в Центре занимаются братья и сестры, дети выпускников прошлых лет. Сначала сюда ходила моя сестра, которой уже 21 год. И она ходила с трех лет. И закончила полностью все эльфы. Я люблю тут очень много времени проводить. Если бы можно было, я бы вообще тут даже спал. Большинство юных артистов занимаются очень усердно. Грызят о большой сцене, на которой и видят себя в будущем. Я хочу стать певицей, когда вырасту. Потому что это была моя мечта всю жизнь. Я до сих пор хочу так. Многие выпускники Выборгского центра эльфы стали профессиональными артистами. Анастасия Верховская окончила Академию Гнесиных и поет. Дмитрий Пастухов окончил колледж искусств и работает в знаменитом ансамбле «Птица счастья». Сестры Устиновы – известные джазовые певицы. Юлиана Гришанина пела с самим Робертино Ларетти. Перечислять можно бесконечно долго. Светлана Рубан признается, любит каждого своего ученика. И мечтает, чтобы все нашли правильную дорогу в жизни. Мне очень они дороги. И такое ощущение, что они мои. Мы стараемся, чтобы дети умели открываться, чтобы им было комфортно у нас. И я говорю, что не столь важно, если вы не будете петь, но вы будете просто хорошими людьми, любящими это занятие, любящими петь, танцевать. Вот это, наверное, здорово. Впрочем, нельзя не отметить, что и дети отвечают педагогу взаимностью. В центре царит атмосфера тепла и домашнего уюта. В основном она очень добрая. Никогда не кричит, все время объяснит какую-то ошибку в песне или что-то неправильно сделал. Все время объяснит. Она у нас помогает. Трудную ноту. Показывает, как надо петь. И какие ноты не надо петь. Это хороший человек. Очень добрый. Это второй дом. Эльфы. Репетиции даже у самых маленьких несколько раз в неделю. Вокал, танцы и сольфеджио. Их глаза горят, а желание заниматься искусством бьет через край. Быть артистом занятие не столь простое, как может показаться. Иногда концерты идут один с другим. 27 марта старшая группа эльфов представит программу ко дню работников культуры. 28 марта в Ванечковом дворце выборские артисты выступят на гала-концерте международного фестиваля «Невская радуга». 29 марта поздравят с юбилеем шоу группы «Барабанщицы». Руководитель Светлана Рубан признается, сколько бы ни было сделано, всегда хочется большего. Вновь поставить муху-цокотуху, буратино, повторить уже с новым составом дюймовочку. И уже в самых смелых мечтах создать в Выборге детский мюзик-холл. Чтобы дети могли соединять, синтезировать множество искусства. Но они у нас и танцуют, и поют все обязательно. Чтобы у нас было театральное творчество, чтобы дети могли еще плюс к этому и играть. Чтобы сами могли изготавливать костюмы. То есть, что целое производство мы сами на себя. Вот, хотелось бы. В свою очередь хочется пожелать, чтобы все самые смелые мечты творческого человека обязательно исполнились. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Музыкальная весна. В нашем городе проходит ежегодный фестиваль-конкурс среди учащихся детских школ искусств и музыкальных школ города и района «Выборгская весна-2014». В этом году покорять жюри своим талантом приехали более 300 юных художников, хористов, исполнителей на струнных, клавишных, духовых и смычковых инструментах. Сюжет Владимира Кочеткова. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Выборг встречает весну под музыку. В 24-й раз наш город принимает участников ежегодного районного фестиваля-конкурса «Выборгская весна». В этом году он проходит с 18 февраля по 2 апреля. Программа традиционна. Запланированы выступления исполнителей на народных инструментах, пианистов, хоровых коллективов, исполнителей на струнных, смычковых и духовых инструментах. В фестивале принимают участие и юные живописцы. Этот конкурс летает учащийся всего района Выборгского и естественной школы города Выборга. И всегда в этом году еще больше участников, чем в предыдущие годы. Очень что радует. Район всегда. И Рощина, и Первомайская музыкальная школа, и Советский, и Каменка. Всего в Выборг приехали более 300 участников. Каждый из них упорно готовился к фестивалю в течение года, чтобы в начале весны продемонстрировать свои достижения. На всех этапах конкурса успехи юных талантов оценивает компетентное жюри. Так, за выступлениями исполнителей на духовых и струнных инструментах внимательно следили педагоги из Петербургской консерватории, Государственного университета культуры и музыкальных училищ Северной столицы. Мы достаточно строго подходим к оценкам. И хочу сказать, что этот конкурс сопоставим вполне с городскими нашими конкурсами петербургскими, и в том числе и по уровню исполнения. И мы стараемся оценивать справедливо и достаточно строго, чтобы была объективная картина. Это очень важно для последующего развития детей и педагогов. Людмила Гуревич, кстати, является председателем жюри конкурса оркестрового исполнения уже 10 лет. За это время, по ее мнению, фестиваль позволил многим участникам раскрыть свой творческий потенциал в полном объеме. От года к году уровень конкурса растет. Мы с удовольствием это каждый раз констатируем. И могу сказать, что многие победители, они, в общем, мы имеем возможность наблюдать за их развитием. Они закончили уже следующее учебное заведение, и их жизнь складывается в искусстве достаточно успешно. Я выступала на «Губровской весне» с композициями «Цибина», «Улыбка весны» и «Петрова» в арте с кинофильмами «Берегись автомобиля». «Улыбку весны» выбрал преподаватель, а в арте с кинофильмами «Берегись автомобиля» выбрал я, потому что там девочка играла на 9 мая. Вот мне понравилось, как она сыграла, и я тоже решила попробовать. Согласно правилам, итоги фестиваля станут известны только по окончании всех его этапов, последний из которых конкурс изобразительного искусства пройдет 1 и 2 апреля в детской школе искусств. Завершится «Выборгская весна-2014» грандиозным гала-концертом и награждением победителей. Владимир Кочетков, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Банк России предложил увеличить стоимость обязательного страхования транспортных средств в 31 субъекте России. Стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки и коэффициентов, в том числе территориального. Если инициативу Центробанка одобрят в Госдуме и Совете Федерации, то больше всех пострадают Казань, Петропавловск, Камчатский, Благовещенск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Мурманск. Возможно, что живущим в этих регионах придется платить за полис ОСАГО вдвое больше. Москвичам и петербуржцам бояться за свой кошелек не стоит. В столицах коэффициенты оставят на прежнем уровне. Официальный курс валют на 25 марта, установленный Центральным банком РФ, составляет Евро 49 рублей 92 копейки, доллар 36 рублей 17 копеек. К новостям спорта. В минувшее воскресенье в Выборгском районе, недалеко от поселка Вещево, прошли соревнования для автомобилей внедорожного класса «Джип-фестиваль-2014». В нем приняли участие более 150 любителей активного отдыха со всех уголков Ленинградской области. Автомобильные экстремалы на протяжении всего дня покоряли леса Выборгской земли. Соревнования прошли в три этапа – GPS-ориентирование на местности, мастерство вождения и, наиболее зрелищный – преодоление трассы с препятствиями. Из-за специфики мероприятия окончательные итоги подводятся только через несколько дней после окончания соревнований. Тем не менее, судьи отметили, что выборгские экипажи продемонстрировали высокий профессионализм и отличные навыки экстремального вождения. Наш выпуск на этом завершен. Мне остается напомнить о том, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Сюжеты наших программ и много интересного по-прежнему на сайте выборг.тв, а также на нашей странице ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере. Группа Выборг ТВ открыта для всех желающих. Будьте с нами, будьте в курсе. Спасибо за внимание и до завтра. Новости. 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 с прояснениями погода. Температура воздуха в нашем городе днем плюс 6-8, ночью от 1 до 3 градусов тепла. Ветер северный 1-2 метра в секунду. В Петербурге пасмурно, без осадков. Днем в северной столице плюс 5-7 градусов, ночью плюс 1-3. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. В Лапейнранте переменная облачность. Днем до плюс 5, ночью 0-2. Ветер северный 2-3 метра в секунду. В Хельсинки облачно. Днем в столице Финляндии 5-7, ночью от 1 до 3 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5-6 метра в секунду.